Здравствуйте! В эфире программа безопасности и я и ведущий Александр Булдаков. В этом выпуске мы, как всегда, расскажем о самых громких происшествиях и преступлениях за последние дни. И, конечно, подскажем безопасные выходы из опасных ситуаций. Сегодня в программе. Это случилось. В Новосибирске паломничество на строительной крана началось. За зарплатой на стрелу одновременно подняли всю жизнь 12 работников ПТК-30. Почти два года новосибирские полицейские пытались изъять у добросовестного покупателя и передать банку автомобиль Mercedes-Benz, находящийся в залоге. И вот суд расставил все точки над «и». Свершилось ли правосудие? Успешное выступление новосибирских самбистов на международных турнирах не осталось незамеченным. Андрей Травников, временно исполняющий обязанности главы региона, встретился со спортсменами и тренерами. О чем шла речь? Эти и другие материалы смотрите в выпуске. На минувшей неделе особой, можно сказать, что вновь отличилась новосибирская строительная фирма ПТК-30. Не потому, что предприятия, входящие в ее состав, не возводят дома, а потому, что, как говорят их работники, не выплачивают заработную плату. Вот и сотрудники компании «Стройсервисмеханизация», относящиеся к ПТК-30, массово посетили прокуратуру железнодорожного района. Причина, по которой больше двух десятков рабочих бросили все свои дела и пошли искать справедливость, как они же и утверждают, многомесячная задолженность перед ними по заработной плате родного предприятия. Мы встретились с людьми и выяснили подробности. Все эти люди – работники предприятий, входящих в группу компании ПТК-30, которая прославилась в этом году тем, что нерегулярно платят своим сотрудникам заработную плату, а те, в свою очередь, требуют ее сострел башенных кранов. И, надо заметить, вполне успешно. Кстати, в мае мы рассказывали и о том, что прокуратура выявила многочисленные нарушения на этих предприятиях и в отношении должностных и юридических лиц возбудила дела об административных правонарушениях. Однако, как видно, ОВОС и ныне там. И сейчас такая же ситуация. Январь, февраль, март. Июль – половина. Август – вообще никакой заработной платы не было. Сентябрь – никакой заработной платы не было. Вся беда этих людей еще и в том, что получают они далеко не все деньги официально. Вот здесь существует база черной зарплаты. То есть, есть. Она, конечно, не совсем свежая. Свежая у бухгалтера. Где-то 20% шло в белую, 80% шло в черную. И вот задолженность, она по черной зарплате? Да. Она здесь и по белой, и по черной. Вот сейчас уже, да, последние месяцы, и уже, да. А в сентябре и белая не заплачена. Кто-то может упрекнуть работников, мол, не нравится, найди другое место и получай зарплату в белую. Однако не все так просто. Те, кто увольняются, рассказывают люди, основной свой долг вообще не получают. То есть, расчет выдают только исходя из зарплаты белой. Вот он конкретно говорит, кто уволится, я денег не отдам. Это и вонные слова. Вот все свидетели здесь стоят. Это было сказано им лично. Ну вот из-за этого все боятся увольняться, что деньги, как они, получать не сможем. Соседям терпим. Долги держат. А то мы ушли бы, мы давно ушли бы оттуда. Вот я, допустим, увольнялся в апреле месяце, мне отдали 2,5 тысячи, и все сказали, а про черную можешь вообще забыть. А сколько там черная осталась? Черная у меня рассчитывала, ну, примерно плюс-минус 250 тысяч. Директор группы компании ПТК-30 пытался договориться с работниками, говорят они, но не получилось. Только не начинайте всю эту бузу, даю вам гарантийное письмо, ну, а уже люди не верят этому. Теперь работникам стройсервис механизации и других предприятий ПТК-30 остается только ждать реакции правоохранительных органов. На кран, говорят люди, они не полезут. А вот смогут ли прокуратура, полиция и следственный комитет мотивировать руководителей ПТК-30 рассчитаться с людьми, видимо, покажет время. Не прошло и трех дней после этой встречи, как работники другого предприятия, входящего в ПТК-30, впервые массово поднялись на стрелу строительного крана. Раньше для того, чтобы востребовать и белую, и черную зарплату, работники залазили туда поодиночке и, как правило, получали свое. Этот случай, когда на верхотуре оказались аж 12 человек, вполне может говорить о плачевном положении в самой компании ПТК-30. К тому же, прямо в этот день приехала и бригада строителей новосибирцев из Владивостока, где та же ПТК-30 взялась возводить жилой комплекс. Вернулись они с Дальнего Востока из-за того, что им также не платят заработную плату. Об этом нам рабочие рассказали лично. Однако первой утренней тревожной новостью в Новосибирске стал очередной крановый пикет строителей, работников компании СИП-строй, входящей в состав ПТК-30. Когда мы приехали на улицу Зорги, где это предприятие возводит многоэтажное жилье, часть людей уже спустилась на землю. Какой-то руководитель, представившийся замгенерального директора, пояснил, что вопрос решен. Однако, как можно видеть, на стреле крана на тот момент все еще оставались рабочие, с которыми, видимо, не договорились. Тем не менее, комментировать ситуацию ни одна из сторон этого противостояния не стала. То, что людей предупредили, кто хоть слово скажет журналистам денег не получит, нам рассказали уже работники другого предприятия ПТК-30. Эти люди вернулись с Дальнего Востока и прямиком направились в офис компании. Во Владивостоке они строили жилой комплекс из нескольких высоток бизнес-класса. Приехали, рассказывают, за своими кровнозаработанными в ПТК-30. Знаете, что сегодня 12 человек на окраине сидит уже, вы оттуда, наверное, приехали. Ну вот мы добиваемся, хотим по-хорошему взять свои деньги. То начальство, которое было во Владивостоке, оно на наши вопросы о деньгах сказали, что решайте эти проблемы в Новосибирске. Поэтому мы отказались работать. Просидели 5-6 дней в общежитии. И нам помог заказчик уехать сюда, чтобы доехать до дома хотя бы. Ни копейки денег, ни у кого не было. О долгах, говорят люди, у ПТК-30 перед своими работниками накопилось уже немало. С ноября месяц долги висит больше 200 тысяч. С прошлого ноября? Да. Вот сейчас октябрь, вот ноябрь уже ровно год будет. И он улыбается, все. Отдам, отдам, а когда отдаст, это уже... Видимо, чаши терпения коллектива этой строительной компании уже переполнилась. Обещаниям своего руководителя Владимира Коновалова люди уже не верят. Мы знаем, что банк за ту работу, которую мы здесь выполнили в августе и сентябре, и до этого еще во времени уже оплатил, перевел ему деньги за выполненную работу. Куда он их отправил, мы не знаем, но деньги мы требуем только свои. Мы ничего лишнего не требуем, мы не шантажисты, как он выражается в репортажах вашим коллегам. Чем закончится противостояние коллектива ПТК-30 и его руководства, пока можно только гадать. Ведь никакое вмешательство правоохранительных органов до сих пор результата не дало. А мирным путем долги по зарплате почему-то не уменьшаются. Покупка дорогостоящего недвижимого имущества в нашей стране почти всегда лотерея успешной сделки. То наследники на квартиру вдруг объявятся, то окажется, что данные квадратные метры уже проданы до не единожды или, что не лучше, находятся в залоге у банка. И что самое печальное, такая же ситуация у нас сложилась и с имуществом движимым. Полтора года назад мы рассказывали о том, как новосибирские полицейские пытались изъять у добросовестного приобретателя и передать коммерческому банку автомобиль Mercedes-Benz, находящийся в залоге. Говорили и о том, что действия правоохранителей явно выпадали из правового поля. И вот суд расставил все точки над «и». Свершилось ли правосудие, расскажем прямо сейчас. Свой автомобиль Наталья Юрьевна купила в сентябре 2014 года. Приобретен он был на абсолютно легальных основаниях, за деньги, что подтверждает все необходимые документы. В ГИБДД провели сверку номеров, выяснили, что машины нет в реестре заложенного имущества. Однако через год, в ноябре уже 2015-го, хозяйкой Мерседеса плотно занялся отдел полиции «Дзержинский» города Новосибирска. Оказывается, некий мошенник незаконно получил кредит по поддельным справкам, приобрел вот эту самую машину, потом ее перепродал и кредит, естественно, не вернул. То есть изначально это были преступные действия, направленные на хищение денежных средств в виде кредитового банка, ВТБ-24. В реестр залогового имущества банк этот автомобиль внес, но по каким-то причинам только через год после получения незаконного кредита мошенникам и покупки им данного Мерседеса. И, соответственно, через полгода с момента приобретения машины добросовестным покупателем, которым является Наталья Митрошина. Но кем она себя абсолютно не ощущала. Безумный был страх потерять машину, потому что у меня ее на самом деле хотели отобрать, причем хотели отобрать правоохранительные органы, которые, по идее, должны защищать права добросовестных людей, в общем, скажем так. Получилось как-то нелогично. Охоту на метрошную полицейские начали по двум причинам. Потому что банк выдал незаконный кредит мошеннику и вовремя не внес машину, купленную на средства этого кредита, в реестр залогового имущества. И в этих причинах Натальи Юрьевны нет. Но вместо того, чтобы привлекать преступника к ответственности, работники отдела полиции «Зержинский» приложили просто титанические усилия на то, чтобы забрать машину любым способом у добросовестного покупателя. Вот доходило до того, что человека пытались задерживать незаконно. Эти действия полицейских прекратились сразу после того, как свое расследование начало управление собственной безопасностью областного главка МВД. А точку в этом деле поставил суд, признав метрошную законно владельцем автомобиля. Разобралась Фемида и с получателем незаконного кредита, признав его виновным. Вот только к ответственности привлечь его не смогла. Пока полиция пыталась забрать «Мерседес» у добросовестного покупателя, вышли сроки уголовной ответственности. Коротко о том, что еще произошло на минувшей неделе в нашем видеообзоре. На видео хорошо заметно, что у голого человека, идущего по лестничным коридорам к консьержу, кровь буквально хлещет, оставляя следы на кафельном полу. Сил у него хватило только на то, чтобы постучаться. Произошло это в начале первого ночи в доме по улице Крылова в центральном районе Новосибирска. Позже следственно-оперативная группа полиции обнаружила в квартире этого 33-летнего гражданина тело 18-летнего молодого человека с множественными ножевыми ранениями. Следствие считает, что к совершению преступления причастен пострадавший, которого запечатлела камера, ранее несудимый хозяин квартиры. Но его даже не стали задерживать, так как он в состоянии шока с ножевым ранением к шее был госпитализирован. По имеющимся сведениям, мужчины находились в квартире одни, где в ходе конфликта нанесли друг другу ножевые ранения. Почему они были без одежды, можно только догадываться. Канал поставки сильнодействующих веществ, применяемых как средство для наращивания мышечной массы, на территорию России совместными усилиями пресекли сотрудники УНК Новосибирско-областного главка и Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России. Фигурантом уголовного дела стал 28-летний житель Новосибирска. Из-за рубежа, считают правоохранителей, он отправлял оптовые партии анаболических стероидов, которые значились как запасные части для автомобилей. Сотрудниками полиции были установлены каналы связи подозреваемого с поставщиками, изучена электронная переписка с клиентами, установлена схема получения избыта запрещенных веществ. Полицейскими были выявлены транспортные терминалы, через которые мужчина получал оптовые партии анаболиков и несколько почтовых отделений города, откуда впоследствии посылки с запрещенными веществами отправлялись клиентам. Подозреваемый был задержан возле одного из пунктов отправки посылок. В рюкзаке мужчины полицейские обнаружили около одного килограмма веществ, запрещенных к обороту. В результате обыска по месту проживания подозреваемого в Новосибирске полицейские обнаружили 18 коробок с сильнодействующими веществами общей массы 15 килограммов. Еще 6 килограммов анаболиков были изъяты в пункте выдачи грузов. Одно из транспорто-логистических компаний Новосибирска. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Мы неоднократно говорили о том, что подледный лов в периоды межсезонья довольно рискованное занятие. Однако до зимней рыбалки еще далеко, но спасателям все равно не дают расслабиться многочисленные рыбаки, которые на своих лодках и лодочках выходят на водоемы Новосибирской области. И все бы ничего, только вот далеко не все они придерживаются правил безопасного судовождения. Чтобы как-то напомнить о необходимости правильного поведения на воде, инспекторы ГИМС продемонстрировали способы спасения человека, оказавшегося за бортом. Смотрим, запоминаем, учимся. Толочком для демонстрации методов и способов спасения человека на воде именно рыбака и именно выпавшего из лодки послужили тревожные события минувших нескольких дней и грубые нарушения правил безопасности. Именно такие ситуации отрабатывались и на этой тренировке, специально проведенной перед видеокамерами. Хотя нарушений бывает гораздо больше, нежели перегруз лодки или неправильное поведение в ней. И особенно чревато то, что люди без спасательных жилетов находятся на маломерном судне при производстве рыбалки. Поэтому в последние вот суббота-воскресенье было несколько происшествий связано с опрокидыванием маломерного судна и купанием людей в воде. И абсолютная случайность, говорит Владимир Подузников, что никто не утонул. К рыбакам повезло, что муниципальные спасатели оказались поблизости и спасли людей. Хотя статистика прошлой осени показала, за всеми уследить невозможно. В прошлом году, вот период октябрь-ноябрь, до активного становления ледостава на территории Новосибирской области, на водных объектах, погибло около 20 человек. Вот при таких случаях, при таких условиях, когда нарушается практически все. Так что осенняя погода, а это сильный ветер, высокие волны, дождь, снег и пронизывающий холод, как в очередной раз показывает практика, редко прощает грубые нарушения правил безопасного поведения на воде. В МЧС об этом в очередной раз напоминают всем любителям осенней рыбалки. Успешное выступление новосибирских самбистов на международных турнирах, как в спортивном сегменте этой борьбы, так и в боевом, не осталось незамеченным. Наши спортсмены привезли домой массу медалей различной пробы, кубки и чемпионские пояса. Поэтому об успехах, которых в этом году добилась региональная федерация самбо, заговорили и в администрации губернатора Новосибирской области. А на днях Андрей Травников, временно исполняющий обязанности главы региона, встретился со спортсменами и тренерами. О чем шла речь, сейчас расскажем. После того, как временно исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области Андрей Травников узнал, на скольких международных турнирах в этом году новосибирские самбисты одержали победы, сколько привезли наград, то сразу оценил вклад наших спортсменов в общее дело. Мы еще раз доказали, что Россия продолжает развивать свою культуру, свою промышленность, свою наруку и свой спорт, настоящий свой спорт, и никто нас в этом не может остановить. И еще раз хочу сказать, что очень приятно, что именно новосибирские спортсмены в этом году внесли в это дело неоценимый вклад. Государство в лице областного правительства, в свою очередь, тоже делает вклад в развитие самбо, понимая, что благодатная почва скоро на новые всходы. Видя такую тенденцию, развитие этого популярного направления, к сожалению, пока еще не олимпийскую, но я думаю, за самбо будущее, правительство Новосибирской области было принято решение предусмотреть в бюджете 2018 года открытие специализированной областной школы самбо. То есть это будет государственное учреждение, которое, наверное, при помощи которого еще больше охват будет и занимающихся, и еще больше предпосылок к завиванию вот таких кубков, таких медалей. Президент Новосибирской региональной федерации самбо Николай Степанов в своем ответном слое постарался сделать невозможное и в нескольких словах рассказать о том, что было сделано за целый год. Весь прошлый год мы с вами занимались организационными мероприятиями, мы занимались с вами вовлечением детей через визуализацию, через все средства массовой информации, в том числе все интернет-ресурсы. И на сегодняшний день мы можем смело сказать, что да, большое количество детишек, ребятишек и маленьких наших с вами юных самбистов мы вовлекли в этот вид спорта. Большую задачу мы с вами сейчас выполняем по проекту «Самбо в школу». И как уже не раз говорилось, успех наших самбистов, успех в продвижении этого спорта в широкие массы был бы невозможен без совместных усилий. Я хочу сказать большое спасибо за тот вклад, за ту работу, которую делает сегодня администрация Новосибирской области. За тот вклад, который и ту работу, в эту работу вкладывают ветераны самбо, спортсмены, тренера и все те, кто неравнодушен. Когда началась, собственно, сама беседа со спортсменами и тренерами, Андрей Травников проявил живой интерес к тому, как нашу исконно русскую борьбу принимают в других странах, насколько она там популярна и сильнее зарубежные самбисты. Другие страны действительно очень активно развиваются. У всех такое же стремление, как у россиян. У всех есть желание, стремление победить. Это очень важно. А вот системный подход к тренировочному процессу у них немножечко хворает. Поэтому наши российские специалисты и развивают самбо в других странах. Так как последним, наиболее значимым событием в мире самбо стал четвертый кубок президента России по самбо, проходящий в Лондоне, на котором нашу страну представляли исключительно новосибирские спортсмены, которые выиграли и привезли сам кубок в Сибирь, то, конечно, победители попросили поделиться впечатлениями. Приехали мы туда на пике формы и вся команда была очень готова. То есть и морально настроена, и физически. То есть результат говорит сам за себя. Радует одно то, что наш спорт развивается не только в области, но и во всем регионе. Мы одной большой командой двигаемся вверх. И я думаю, что в ближайшем будущем мы добьемся многого. На этом не останавливаемся. Напомним, что в этом турнире приняли участие 9 сборных команд из России, США, Великобритании, Кипра, Голландии, Ганны, Мексики, Англии и Шотландии. Кроме командно, кубка по самбо в Лондоне прошли соревнования и по боевому самбо в личном зачете в четырех весовых категориях. И здесь наши бойцы без стеснения взяли три золота и одно серебро. А вслед за лондонским триумфом наши самбисты подтвердили свой высокий класс на первенстве мира среди юниоров. Там отличились Ксения Блинова и Алинда Храпунова. Помимо медали им присвоили и очередной спортивный титул мастера спорта России по самбо. Вот такие, если очень кратко, достижения наших спортсменов и Новосибирской региональной федерации самбо в этом году. Один мудрый человек заметил. Глубочайшим свойством человеческой природы является страстное стремление людей быть оцененными по заслугам. Вероятно, это касается и природы спорта. Смотрите программу безопасности на канале НСК 49. В студии был Александр Булдаков. Всего доброго и берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин